Новые подробности о разбившемся в Подмосковье самолете. Потерпевший крушение Ан-148 два года назад прилетал в Челябинск, а также борт приземлялся в Тюмени, Новом Уренгое, совершал вылеты из Екатеринбурга. За время эксплуатации воздушного судна с ним произошло 16 инцидентов, связанных с неисправностью. С 2010 года упавший Ан-148 принадлежал авиакомпании России до 2017 года. Когда он часто совершал рейсы Санкт-Петербург-Тюмень, Санкт-Петербург-Челябинск, Санкт-Петербург-Новый Уренгое и Екатеринбург-Санкт-Петербург. Во время перелетов не раз возникали поломки. По информации сайта Superjet 100 были проблемы с выпуском шасси. Лопалась внутренняя авиашина, при взлете отваливалось колесо шасси. Срабатывала пожарная сигнализация в багажном отсеке. Отказывал генератор двигателя. Также зафиксирован случай отказа двигателя из-за попавшей в него птицы. И однажды при заходе на посадку в автоматическом режиме на высоте в полкилометра произошло самовольное увеличение тяги двигателей. И лайнеру пришлось уходить на второй круг. Эксперты говорят, возможно, это связано с тем, что самолет был создан относительно недавно. И все недоработки устранялись в процессе эксплуатации. Считать их сейчас возможными причинами авиакатастрофы преждевременно. Все версии, конечно, которые сейчас высказываются, вполне возможно, имеют смысл. Их надо проверять. Это и расшифровка, и осмотр места происшествия, и свидетельские показания. Все это в результате вот этих вот действий, да. Можно какое-то, будем говорить, предположение сделать. И его еще надо доказать. По информации нашего собственного источника, до того, как самолет был передан из России в Саратовские авиалинии, он не эксплуатировался. До этого в 2015 году борт приземлялся в Челябинском аэропорту. Никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было. Ан-148 совершал рейс из Санкт-Петербург-Челябинск. Напомню, самолет потерпел крушение в воскресенье 11 февраля. Он вылетел из Домодедова в Орск в 14.21 по Москве, но спустя 4 минуты пропал с радаров. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших были и два выпускника Юргу, 33-летний Илья Ставский и 49-летний Олег Курепов. В качестве основной причины авиакатастрофы рассматривается версия о том, что перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.